Друзья, в этом году у меня выросли вот такие огромные помидоры. Вот этот, например, 600 с чем-то грамм. Специально взвесила и сейчас вставлю вам фотографию. И, к сожалению, вот такие помидоры у меня больные почему-то. Достаточно их много, они крупные. Их очень сложно закатывать на зиму. Ну, неудобно класть в банку. Конечно, можно приготовить из них томатную пасту или аджику. Но я решила замариновать их дольками. И поделиться с вами рецептом. Итак, друзья, я сейчас эти помидорчики все почищу, помою. Срежу вот эти вот поврежденные места и порежу их на дольки. Рецепт не мой, друзья. Нашла его в интернете. Но невкусно просто не может быть. Сейчас все вам покажу и расскажу. Итак, сначала я сделаю заправку, друзья. Вы слышите, у меня таймер пищит на духовке. Это у меня простерилизовались банки. Я выключу и дам им слегка остыть. Я простерилизовала 3 литровые банки. Не знаю, сколько у меня получится помидоров. К сожалению, свежей зелени своей у меня уже нет столько. Поэтому вот это у меня покупная. Я сейчас выберу вот эти все нехорошие подвязшие листики. Помою эту зелень и прокручу вот в таком... Как он называется, девчонки? Вот в такой штуке, которая... Как это самое? Ну, воду убирает, лишнюю жидкость. Вот. У меня 4 пакетика. Смотрите, вот 4 пакетика по 30 грамм зелени. Ну, это, знаете как, это чисто на ваше усмотрение. Сколько хотите, столько и берите. Вот сейчас помою зелень и к вам вернусь. Вот здесь, в блендере, в кухонном компании, у меня почищена одна головка чеснока. Опять же, чеснок берите на свое усмотрение. Если любите, возьмите чуть больше. Если не очень много хотите чеснока, возьмите чуть меньше. Палочки не отрываю у зелени. Прям беру вместе с палочками. Совсем добром. Сейчас я уже ее отобрала, поэтому вот так вот кладу. Все вместе. Так, вернусь через секунду. Девчат, кстати, у кого нет вот такой штуки для мытья зелени, обязательно купите. Это настолько удобно, вы даже себе не представляете. Очень удобная вещь. Когда закатываешь, то нужно помыть много зелени. Это очень-очень удобно. Смотрите. Вот так можно промыть несколько раз. Потом... Как называется эта штука? Кто знает, девчонки? Потом вот так прокручиваете. И смотрите, вся вода остается здесь. Очень удобно, советую. Теперь промытую и высушенную зелень я складываю в кухонный комбайн вместе с чесноком. Возьмите укроп, если у вас есть. Вот у меня нет свежего укропа, к сожалению. Поэтому мне придется положить веточки укропа прямо в банку. Но ничего страшного нет. Вот так зелень сюда складываю. Можно частями это делать. Можно все сразу. Зависит от размера вашего комбайна. Сюда же положу острый перец. У меня вот так кусочек зеленого и кусочек красного. Перец, зелень, чеснок. Еще раз повторяю, друзья. Все добавляйте по вкусу, на свой вкус. Рецепт, конечно, я вам оставлю, как всегда, под видео. Но советую вам все-таки на свой вкус тоже ориентироваться. Не обязательно измельчать прям сильно мелко. Ну, смотрите сами. Все палочки, все хвостики, все-все-все идут в дело. Не очень мелко, но смотрите, чтобы не было таких прям, знаете, очень крупных палочек. Потому что вот эта смесь тоже очень-очень должна быть вкусной. И ее тоже можно будет подать к столу вместе с помидорами. Чтобы вам не попадались такие, знаете, огромные палочки. Пахнет обалденно. Итак, заправка готова. И сразу приготовлю рассол. Вот здесь у меня ровно литр воды. На литр воды кладу одну столовую ложку соли. Вот так, смотрите, с небольшой горкой. И две полные столовые ложки сахара. Сахара можете добавить чуть больше. Если хотите, помидоры послаще. Потому что зависит это от сладости, от сорта ваших помидорчиков. Я кладу две столовые ложки. Все, поставлю рассол варить. Вот, друзья, вот так примерно нарезаю помидоры. Можете резать чуть меньше, чуть крупнее, как хотите. Главное, чтобы они у вас помещались в банки. Вот, баночки у меня горячие, простерилизованы. Я их вынула. Я знаю, что все равно помидоры не стерильные. Но мало ли, что там попало в банку, в сарай. Можно просто помыть хорошенечко банки с содой. На ваше усмотрение. Вот, в этом конкретном случае я решила перестраховаться. Так, большие кусочки можно и на три части порезать. Главное, чтобы их можно было потом вынуть из баночки. Кстати, девочки, вот я заранее поставила кастрюлю с водой на низкий. Видите, на двойке у меня стоит, чтобы она медленно нагревалась, чтобы банки не лопнули. Вниз положила посудное полотенце. Вот там у меня стоит рассол. Я его закипячу, как только банки будут наполнены, чтобы залить горячим, прям кипящим рассолом. Помидоры, в смысле. Ну что, давайте приступим. Баночки у меня еще теплые, но уже не горячие. В каждую баночку кладу лавровый лист, смесь душистых перцев, одну чайную ложечку. Здесь у меня разные перцы. Белый, красный, черный и душистый. Не знаю, сколько у меня получится баночек, но посмотрим. И сюда же кладу несколько гвоздичек. Мы очень любим гвоздику в помидорах. Не столько в огурцах, сколько вот в помидорах. Ну вот, не знаю, несколько штук, 6-7, неважно. Вот так. Острый перец у меня здесь, но если хотите, то можете еще порезать несколько, немножко, скажем так, немножечко чеснока, прям в баночку. И острого перца. Ну вот этого, я думаю, достаточно. У меня ложка десертная, друзья. Смотрите, я кладу десертную ложечку. И теперь в каждую баночку укладываю помидоры дольками. Укладывайте так, чтобы получилось, в общем, плотненько. Кстати, очень удобно щипцами укладывать. Я где-то увидела, девушка укладывала щипчиками. Очень, мне кажется, очень удобно. Так, можно еще чуть-чуть подсыпать этих зелени. Ну вот, смотрите. Плотно не утрамбовываю, потому что во время стерилизации, мне кажется, еще утрамбуются. Помидоры, кстати, очень-очень вкусные у нас в этом году. Мы уже и салаты с ними делали. Просто поесть очень вкусные вот эти помидоры. Ну, просто, видите, как крупные для соления не подходят. Я осталась без солений. Так, что-то вот это не очень удачно укладывается. Я думаю, что мне нужно еще баночек побольше. Так, еще нужны банки. Вот, всего одна баночка мне понадобится еще. Эта банка у меня чуть меньше. Она 800-граммовая. Эту баночку я для скорости простерилизовала в микроволновке. Ну, видно хоть что-нибудь. У нас такая погода ужасная. Ну, все, друзья. Это можно убраться. Итак, друзья, осталось в каждую баночку добавить растительное масло и поставить стерилизовать. Я взяла наше советское, такое, знаете, пахучее растительное масло. Добавляю пару ложечек. Вот эти три у меня литровые банки, еще раз напомню. Вот эта маленькая, 900-граммовая, кстати. Я вам сказала 800-граммовая. Но нет, она 900-граммовая. Короче, небольшая такая разница. Можете сразу добавить сюда же уксус. Я уксус добавляю прямо перед тем, как закручивать банки. Поэтому уксус добавлю чуть позже. Так, теперь заливаю кипящим рассолом. Только что закипел он у меня. Добавляю, знаете как, ну, не так прям, чтобы вот, чтобы он не вылился во время стерилизации. Вот до плечиков. Чтобы масло потом у нас не выливалось. Рассол я лучше потом долью, как бы, знаете, кипяченое, кипящее. Смотрите, одного литра рассола хватило, вот, ну, примерно на 4 литровые банки. Сверху положу зонтики укропа. Кладу зонтики сверху для того, чтобы их было удобно вытаскивать потом. Потому что сам рассол должен получиться очень вкусным. Вот. И зонтики можно будет вытащить и выбросить. Ой, как пахнет, девчонки. Ароматы необыкновенные уже. Отлично. Рассол вот этот не выливаю. Я его потом долью еще в баночки. Вода у меня уже нагрелась. Советую вам тоже, как бы, нагреть воду заранее, чтобы баночки не лопнули. У меня, к сожалению, вот такая кастрюля, единственная вот эта широкая кастрюля. Надо, чтобы вода не заливалась. Много воды слишком. Вот так, так лучше. Вот так, друзья. Теперь брошу сюда крышечки. Пусть они тоже немножечко покипят. И потом сверху положу стерильные крышки. Вот так. Все. С момента закипания, друзья, литровые банки стерилизую примерно 15-20 минут. Ну вот, друзья, даже кофе не успела допить. Как у меня, все уже готово. Осталось только закрыть баночки. Аккуратненько их вынимаю. Вот так. И теперь добавлю уксус. Я добавляю одну столовую ложку, друзья, потому что у меня уксус 25% и плотно, герметично закрываем баночки. Хорошенечко. Обязательно проверим, чтобы не было воздуха. И сейчас переверну их на крышки. Вот здесь, как видите, у меня еще есть место. Добавляю уксус. Чуть-чуть прям рассола долью до верха. И так же плотно-плотно закрываю. Так, проверяю, чтобы осторожно не было воздуха. Отлично. Вот ровно Лида ушел у меня рассола. Вот так. Вот и все, друзья. Вкусненькая закусочка. Готово. И помидоры не пропали. И зимой будет что открыть. Поставить на стол. Вот так, друзья, переворачиваю вверх дном и плотно укрываю одеялами. Оставлю до полного остывания. Вот и все. Пользуйтесь, друзья, рецептом. Запах очень вкусный. На вкус пока сказать вам не могу. Всем пока. А я пошла допивать свой кофе. Ну вот, друзья, посмотрите, какие шикарные получились помидоры. Отлично держат форму. В процессе приготовления очень ароматный. Я не удержалась. Немножечко попробовала рассол перед тем, как закрутить помидоры. И мне настолько понравилось, что вот я уже, как видите, сделала вторую порцию. У меня еще будут помидоры очень крупные. Поэтому я буду делать вот такую закуску еще. Вот видите? Вот я думаю, что для такой закуски отлично подойдут и недозрелые помидоры, если у кого-то останутся. Так что возьмите на заметку этот рецепт, друзья. Всем пока.